Привет, народ! В общем, ультразвуковая ванночка. Вот так она выглядит. Давайте вот сюда покажу эту камеру. Вот так выглядит ультразвуковая ванночка. Покупал её в Китае. Вот её цена. Ссылка на неё будет внизу в описании. В общем, вчера я первый раз её тестировал. И, короче, как я понял, не очень она работала из-за вот этой сеточки поддона, что поддон гасит ультразвук. Я уже объяснял, вот в уголочке будет видео, как это работает. Что вот эта вот сетка гасит ультразвуковые волны, поэтому нож не очень качественно почистился. Это первое, что я думаю. Второе, что я думаю, недостаточно теплая вода. Я такую, знаете, нагрел комнатной температурой градусов 45-50, наверное. Сегодня заехал к Ромчику, взял этот порошок ювеленный. Ромчик говорит, Русик, правильно чистить градусов 80. У него ванна большая и ставится 80 градусов, то есть она подогревает до 80 градусов и потом только включает ультразвук. Понимаете? Говорит, правильно чистить в горячей воде. Это раз. И второе, вот я всё-таки думаю, что вот эта вот сетка, она гасит вибрации и поэтому ножичек чистился очень плохо. Ну и застарелые такие, поняли вы, да? Эти все истории. Плюс, ещё один нюанс, я чистил нож в газировке. Возможно, это и сыграло роль. Давайте ещё раз повторим наш процесс. Я сейчас наливаю газировки. Мне там написали, Русик, возьми кусочек фольги, броси, ты увидишь, работает ванночка или нет. Вот я сейчас взял, отрезал три кусочка фольги и сейчас мы бросим. Первый кусочек бросаем в газировку и давайте я вот прям сделаю вам вот так вот. Я снимал уже видео на телефон, но вот с утра сегодня сделал вот так видео. Но, короче, получается так, что и ничего не слышно. Поняли, да? Привет, народ. Внутрозвуковая ванночка и два кусочка фольги. Сейчас мы проверим, как она справится. Печаль, беда. Включаем ванночку. Пошли бульбы. Давайте мы вот так вот наедем на неё. О! И нашу фольгу сюда погружаем. Что мы видим? А ничего мы не видим. Фольга как а была, как а есть, короче, народ. Делаем вывод. Газировка для мойки ультразвуковой ванни не подходит. Смотрите. Хоть так, хоть так переворачиваем. Давайте уже подождём минуту. Вообще ноль. То есть никакой реакции. Смотрите. Никакой реакции. Газировка не подходит. Листик фольги в сторонку. Теперь газировку мы выливаем. Газировку выливаем. На газончик. Опачки. Заливаем, народ, обычную очищенную воду. Заливаем обычную очищенную воду и ложим в наш поддончик. Вот так. Раз. Наш поддончик сюда. И теперь включаем опять. Давайте опять включим вот этот листик. Давайте мы погрузим сюда водичку. Оп. Всё. Видно вам? пошло разрушение бумаги. Но оно как-то, видите, происходит точечно, очень точечно в одном месте. То есть вот здесь, вот видите, никаких движений нет. только в центре самой ванночки происходит разрушение бумаги. Ну, фольги я имею в виду. Очень-очень, видите, точечно. Только в центре происходит разрушение. Вот с этой стороны вообще фольга не разрушается. Так, что мы там? Ну, давайте минуту уже тоже подождём. Звонит самая красивая девчонка. Да. Короче, вот наша минута. И вот, что произошло с нашей бумагой. Видите, да? Фольга наша разрушилась, но очень точечно, видите, такая себе рожица получилась. И теперь, как я и говорил, что я предполагаю, что вот эта вот штука гасит вибрации и они не доходят до, поняли, да? Адресата. Включаем теперь нашу ванночку и вот так вот, без этой штучки теперь смотрите, что происходит. Разрушение происходит по всей фольге абсолютно и они гораздо серьёзнее. Вот вам и вся разница, видите, да? Вот так вот. А я думаю, что если ещё его так вот сделать, поняли? Прижать её наоборот вот этой штукой, то будет ещё хуже. Ну, то есть, ещё лучше результат будет, не хуже, а лучше. Видите, вся абсолютно фольга подвергается разрушению. То есть, её просто кушает вообще, уничтожает. Ну, вот, в принципе, да? Тоже минута. И смотрите, что произошло. Что осталось от листика от нашего фольги. Теперь давайте сравним вот с этим. Видите, да? Здесь точечно, а здесь вот решето, просто решето, просто решето. Вот полностью вот так вот выглядит. Поэтому, народ, делаю выводы, что всё-таки вот эта вот история с действием волны, она вот здесь вот работает. поэтому в некоторых ванночках ультразвуковых вот эти поддончики, они не такие, а из тоненькой-тоненькой проволочки. А вот эта вот история нужна. Давайте я вам покажу, для чего это нужна история. Чтобы вот, допустим, видите, да, бескаркасные очки сюда можно было положить. И вот здесь они, жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи, поняли, да? Вибрация не натерла очки, а вот оно лежало в пластике. Вот для чего нужна вот эта вот пластиковая ванночка, корыца и всё остальное. Для того, чтобы, ну, не причинить вред. Потому что, вот, результат вот вам налицо, видите, да? Вот так вот выглядит. Без корыца, вот так вот с корыцем. Здесь, видите, вообще не пострадало. То есть, три дырки просто проела, одну большую и две меньше. А здесь вот всё в решето вообще абсолютно. Ну и плюс Ромчик говорит, что, Русик, а если ты воду подогреешь до 80 градусов, то фольга вообще в хлам, в труху превратится. Понимаете, да? Нужно горячую воду и без вот лишних этих самых. Так что, я, наверное, сделаю себе вот такую вот штучку. Только поняли, да? Есть такая тоненькая проволочка и большая ячейка должна быть, чтобы, поняли, не мешало это ультразвуковой волне пробивать это всё и чистить. Поэтому ванночка работает. Ванночка работает. Вот этот эксперимент это подтверждает. Ванночка супер. Она будет отбивать. Просто нужно научиться ей правильно пользоваться, приноровиться. А вот эта химия, вот фотографию поставлю, говорит, вообще творит чудеса, но она работает только в горячей воде. 80-85 градусов будет разъедать всё. То есть, ты просто потом кинул там на 5 минут, достал и вот-вот всё. Просто чистое. Всё будет на дне лежать. Ну, человек с ювелиркой работает профессионально уже там не первые десяток лет. Поэтому, народ, как-то так, ванночка рулит и педалит. Китайцы говорят, что вот эта ванночка будет работать, ну, то есть, пожизненно. Она не сломается, там нечему ломаться. А та, что вот 35, там вот просто по ссылке внизу есть 35 ватт и 60 ватт. Та, что 35 ватт, она говорит, она имеет ресурс, если каждый день работать, вот типа, как в ювелирной мастерской, там по часу, по два в день она будет непрерывно работать, она сломается где-то год на третий. Нужно будет поменять вот этот элемент сам, который пульсации выдает. Здесь же, он говорит, не ломается. Там кремниевый, вот этот стержень кремниевый, говорит, как-то там стирается, со временем придет негодность. Нужно будет только его заменить. А вот в твоей ванночке, говорит, вообще все, по жизненную гарантию могу дать тебе смело. Так что как-то так, народ, все ссылки полезные внизу в описании. Ванночка работает, будем пользоваться, будем подогревать водичку и будут чистые ножи. У меня на сегодня все, давайте пока-пока, увидимся. Ну а я с утра вышел, включил мобильник и записал точно такое же видео, просто вот без камер, без звука, без ничего, просто вот записал на мобильный телефон. Ну и вот как это выглядело. Давайте. Короче, вот примерно так это выглядело. Смотрите, вы сейчас мой голос слышите, да? А давайте сейчас я звук дам вот с мобильного телефона. Вот смотрите, это моя... то есть я вроде как и записал видео, но, видите, произошло то, что ничего там вообще не слышно. Ну а ванночка, видите, работает и работает на ура. Так что как-то так у меня на сегодня все. Давайте пока-пока, увидимся. увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok